Всем привет, дорогие мои подписчики и гости канала. С вами я, Юля Дурмаз. Сейчас 8 утра. Мы с вами находимся на пляже Дамлаташ-Клеопатра. Погода хорошая. Вчера было 26 градусов, сегодня такую же обещают. Сегодня 9 ноября. Люди в шортах, в майках, активно занимаются спортом. Море хорошее, не волнуется. Несмотря на раннее время, люди уже купаются. Сейчас я ближе подойду к морю и сниму вам. Йоги занимаются спортом, занимаются упражнениями своими. И вот на дальнем плане в море человеческая голова плывёт. Может, видите, не видите. Также рыбаки. Кстати, рыбаки тоже русскоговорящие, азербайджанцы были. Сегодня скудный у них улов был. Не хотели на камеру сниматься. Весь пляж в такое время забит спортсменами. Город потихоньку просыпается. Многие мне звонят на Вайбер. Хочу предупредить, что Турция с Вайбером не дружит. Только можно писать по Вайберу. А звонки, к сожалению, не пропускаются. Не доходят, постоянно срываются. Так что, если хотите мне позвонить, то звоните на WhatsApp. Кто был в Алании, знает этот знаменитый парк Дамлаташ. Кто не был, показываю вам. Это знаменитый парк зажистов, я их так называю. Людей, которые следят за своим здоровьем, которые активно занимаются спортом. Вот спортивные... Такие аппаратики для них стоят. Потом есть волейбольная площадка. Теннисный корт. Точно так же есть качели для детишек. В общем, парк очень пользуется спросом. И здесь с утра и до ночи очень много людей. Опять пришло подорожание. Подорожал Смит. Это бублик турецкий, кто не знает. Был 2 лиры, сейчас 2,5. Ну, в принципе, дорожает всё. Точно так же, как и квартиры, и аренда. В общем, цены на месте не стоят. Потому что земли остаётся всё меньше. Земля очень дорогая в Алании, так как это курортная зона. И мне там написала одна зрительница, что за 24 тысячи евро можно купить в Алании хорошую квартиру. Один плюс один. Я хочу обратиться к ней. Если вы найдёте такую квартиру, пожалуйста, я куплю и не одну. Но я думаю, это просто такое СМСка человека, который видел Турцию, Аланию из окна пятизвёздочного отеля, либо по телевизору. Потому что люди, которые именно хотят приобрести недвижимость, которые мониторят рынок, они знают, что, ну, 24 тысячи евро, это же вообще ни о чём. Вы что? Ну, палатку можно снять вот на берегу моря на год. Так что поднимаются цены на всё, на коммунальные услуги, на продукты питания, на всё, на всё, на всё. Ну, и здесь, в этом парке, есть два кошачьих домика. Ну, и так вот работник бара подкармливает. Ещё один рыбак идёт. Может, ему повезёт больше, чем азербайджанцам. Ой, так здесь красиво. Конечно, камера этого не передаст. Очень много йогов. Вот ещё два сидят, медитируют. Кто-то делает растяжку. Ну, в общем, и так спокойно, тихо. Ещё большого наплыва людей нет. Вот я всегда люблю в такое время гулять, конечно, здесь. Перед работой. Без суеты. Ну, отели ещё... Многие позакрывались, но многие и работают до конца ноября. В принципе, как и в прошлом году, продлили сезон. Потому что спрос есть. Ну, и хорошая новость. Алания в голубой зоне по короне. То есть, как бы, идёт на спад всё это. Ну, и много привитых здесь. Поэтому, может, оно так и получается. Где-то 80% населения у нас привитые в Турции. Вот женщина идёт в купальнике окунаться в море тоже. Вот так чистят пляж. Солнышко уже поднялось. Туристов значительно прибавилось. Уже много людей в море купаются. Но море также спокойное. Без волн. И, как ни странно, прибавились рыбаки. Хотя, обычно, рыбалка... Вот, поверьте, я заядлый рыбак для меня. Но рыбалка вообще, по законам, это вот как только начинает немножко светлеть, нужно на рыбалку идти. Но, тем не менее, не всегда ради улова. А многие ради спортивного удовольствия это делают. Ну, вот. Тика. Да, его-то не видно. Ну, как вы знаете, не очень приятно быть учащиком. Ну, вот. Русские туристы не захотели, хотя... Что? Человека вообще не видно куча народу на пляже. И, ну, вот. Ревнивая жена, это хорошо. Пускай мужа охраняет. Ну, вот такое состояние у нас сейчас на пляже. Пляж уже, как я вам показывала, трактор. Половину почистили, уже сняли вот эти вот колышки, где была натянута волейбольная сетка. Мои постоянные подписчики знают, что я пытаюсь каждое утро делать не пробежку, а вот такую прогулку по пляжу. Ну, и, естественно, мой ритуал это турецкий бублик, турецкий смит. Ну, надеюсь, прогулка вам понравилась. Информация была полезной. Берегите себя и своих близких. Всем пока! А я пошла кушать бублик. До новых встреч!